что же у нас skoda octavia tour 2008 год это первая octavia tour модель и стоит задача установки фаркопа. фаркоп был куплен бушный. только приехал. здесь много всего лишнего. вряд ли я это смогу установить. потому что у меня вряд ли электронное управление для фаркопа. такой оказался фаркоп фирмы basal. по размеру подходит. крюк съемный. не без проблем. потому что продавец его попросил снять. но когда снималось болты шляпки поотламывались. так он в хорошем состоянии. а вот эта часть немного поржавела. поэтому все в родной краске. будем ставить. для этого нужно снять фаркоп. простите. бампер. и под бампером есть еще усилитель бампера. такая такая балка железная. на всю длину. типа фаркопа. только более из тонкого металла. здесь как раз под бампером когда ударяете он должен в принципе в него упереться. что и было с моей машиной. видно что этот усилитель погнут. значит кто-то его уже когда-то догонял. но это было не при мне. начинаем со снятия бампера. он тут крепится под задними фонарями. здесь есть. впереди крепежи. есть крепежи снизу. но у меня там все вообще не держится. нет ни одного шурупа снизу. ни одного винта. поэтому туда предстоит их еще ставить. но и обратите внимание что когда вы будете ставить фаркоп придется бампер несколько немного подрезать. здесь вот внизу нижняя часть будет подрезаться для вот этих выводов. вот этих. скорее всего будут такие две продольные. два продольных выреза. ну посмотрим. начинаем. ну а начать снимать задний бампер нужно можно с подкрылка. нужно снять брызговик. и под брызговиком есть винт который нужно открутить чтобы освободить бампер. ну и закручен брызговик так вот обыкновенными винтами шурупами под крестовую отвертку колесо вместо но мучился мучился плюнул и поднял вам на домкрат снял колесо для того чтобы открутить собственно вот брызговик и все под брызговиком вот этот торкс а кстати он не торкс и тоже крестовой а должен быть торкс и вот еще тут два торкса вот так вот еще два винта которые нужно открутить и таким образом мы освобождаем освобождаем бампер. по сути дела весь всю защиту откручивать не нужно. я сниму для того чтобы посмотреть что там может быть помою под защитой скоро зима надо посмотреть что у меня там. по сути дела с этой стороны и с той стороны нужно открутить эти винты чтобы освободить бампер а потом еще нужно будет под этим молдингом смотреть. ну сейчас пока вот эти откручиваем ну что же следующим этапом это открутить такие же винты с под низу вот они в этих местах вот один здесь потом вот здесь дальше здесь у меня честно говоря ни одного винта снизу нет и не было поэтому придется их устанавливать а потом вот молдинги под вот этим молдингом который просто вот так вот снимать и вытягиваете на себя и вот здесь есть четыре винта и под вот этим молдингом который в общем то тоже под вот этим длинным тоже так снимается только сейчас я возьму что-то покрепче и тоже на себя выдерну ну сначала там откручу причем смотрите откручиваете здесь и вот здесь еще должна была быть должен был быть винтик который держит вот этот молдинг вот эту ресничку ее нужно толкнуть она туда уйдет сейчас мы это сделаем двумя руками потяну и она уйдет в эту сторону здесь тоже креплю крепление есть но как-то крепление сделали с той стороны непонятно с этой стороны нету и получается если я его толкну тут тоже есть крепление не хватило у меня силы одной руки толкнуть с двух сторон взял и она уже немножко пошла и теперь опа и тут еще один есть винт под вот этой ресничкой с той стороны тоже самое как то вот это вот непонятное дело винт надо устранить остаток винт закрутили с той стороны и так я винты здесь открутил значит четыре по центру и по одному под ресничками ну еще здесь здесь два и с той стороны два но они как бы не совсем здесь с обратной стороны под рис не вот с этой стороны здесь здесь одна гайка стоит и здесь одна гайка стоит откручивается вот здесь вот тут один вот это второе откручиваем с одной стороны откручиваем с другой стороны и все и тогда бампер в общем-то падает поэтому его аккуратненько снимаем ну собственно все я с той стороны с этой стороны тоже таким образом убираем все что у вас есть потом здесь убираем обшивку у меня она так просто не знаю может быть как-то у вас сложнее убрал и вот вот этот болт и вот там следующий откручиваю и он падает что же после откручивания он сам отпал его сторонку поставил сейчас его внутри немножко сполосну просто ради приличия и вот у нас появляется вот такая защита бампера вот это ее нужно тоже открутить откручивается здесь по по три болта на каждую сторону снимаем и у нас появится тогда возможность в продольные ленджерон и вставлять уже теперь купленный фаркоп откручиваем тут на 13 ну что же защита откручена защита бампера теперь ее можно сказать она достаточно крепкая но недостаточно крепкая для тянуть держится просто на болтах на отрыв а на самом деле тянуть нужно вот за счет болтов вот этих вот здесь есть болт сюда будет прикручиваться и с этой стороны тоже и она за счет трубы продольная будет тянуть а вот такие болты на отрыв которые тут торчат из просто из металла из ничего их просто оторвет но на удар они смягчат в случае чего и защитят задницу поэтому вот сюда или сюда мы будем вставлять провода от стандартная там есть набор разных проводов для разного подключения для всех возможность в том числе и я посмотрел есть и для моей машины но там фишка такая модная не совсем я или на прицепе переделаю или скорее всего поменяю на обыкновенную отечественную все теперь примеряемся как видим здесь у меня есть определенные нюансы здесь вот такой здесь что-то уже было видимо в эту машину уже как видим здесь есть небольшие разрывы видим дефект самой трубы возможно в него уже кто-то приезжал и эта сторона страдала не при мне но видимо это было сделано нормально правда здесь немножко бампер прикручен не на вот этот крепеж а вот тут на две дырки но суть в другом есть небольшой недостаток так я об этом знал что внутри там видно было какой-то дефект небольшой и было видно что скорее всего она страдала но это на скорость не влияет машина меня устраивает все примеряемся ну что же я прикинул по размерам входит плотно значит это он были сомнения потому что это с гольфа 4 причем обратите внимание видите он немножко такой выгнутый вот его профиль для хэтчбека нужен именно такой выгнутый потому что если он будет чисто прямой то как-то он куда-то не влазит поэтому нужен именно такой профиль если с машиной комби он профиль такой прямой ровный вот здесь вот не не выгнутый а ровный и тогда какие-то возникают трудности видимо здесь начинает упираться ну а так сейчас буду смотреть что получится в связи с этим совую закрепляю и погнали ну что же все таки чудес не бывает он подходит по размеру но вот крепежи смотрите здесь расстояние между двумя допустим между вот этим и последним 24 а у меня там заклад закладные отверстия стандартные на 30 то есть он более у него более короткие что мне необходимо сделать мне нужно просверлить отверстие еще одно для крепежа вот на расстоянии 21 сантиметр буду крепить на крайней здесь и на то есть вот на правый здесь и на правый здесь получается расстояние между ними 21 плюс-минус 21 но так как здесь так как у меня отверстие здесь первое она с овалом сейчас фокусируюсь вот первое отверстие с овалом то если я вот здесь вот 21 просверлю вот здесь сейчас отмечу и на этом уровне 21 и за счет этого овала плюс-минус миллиметр подойдет ну вот немножко допиливать придется напильником ну что же это вот если бы я купил ну хотелось мне какой-то оригинальный они украинский и вот такая вот ситуация то что я смог найти за приемлемую цену придется допилить но это не проблема просверлить кузов здесь не составит труда оказывается я ошибся здесь есть уже отверстие она просто было заклеено двумя при покраске при вот этой набрасывание антигравия здесь была вставочка такая все я ее убрал и у нас появилось отверстие она есть стандартно именно в том месте где хотел просверлить так провалив поэтому тут звоните все стандартно и этот уже вечер я при освещении но запросто можно использовать в гольфа 4 подает подходит один в один засовываю закручиваю и так у меня сейчас есть необходимость зафиксировать на бампере вот такой лепесток это сзади крепится брызговик и вот он внизу немного оторвался для этого будем использовать для армирования будем использовать вот такой пистолет специальный который очень удачно клеит скобок в данном случае под 90 градусов но сначала нужно зафиксировать фиксируем вот таким устройством хороший паяльник и в нескольких местах нужно его прихватить просто итак я паяльником просто в нескольких местах штукнул и зафиксировал теперь мы можем взять вот такое устройство пистолет специальный вставляем туда скобку именно для углу вот такая 90 градусов видите и все тут буквально нажал он задымился и уже красный и вставляю все убрал теперь нужно немножко подождать пока он схватится и можно будет снять оно не быстро пока остынет пластик и все и снимаем да действительно остаются вот такие штырьки нормально необходимо их будет или отрезать ну или завернуть и на паяльником впаять в середину ну и так несколько штук поставим это для жесткости в общем то полезная штука нажал вдавил отпустил все очень удобно быстро и скобка стоит она армирует от движения сюда еще заплавить нужно будет пластик но сам принцип что такие очень гаджет такой опять вставляем вставили можно там сильно не вставлять лишь бы я же придавливать его буду нажал нажал на курок чик уже нагрелась и и вставляю и прямо чик все теперь единственное что надо немножко подождать потому что нужно чтобы пластик иначе начну вытаскивать и он вместе с пластиком выдернется это будет не так скажем когда он остыл я могу свободно вытащить все теперь ли кусачками обрезаем или загибаем и паяльником вплавляем прямо в середину то есть тут уже вы как смотрите ну и смотри я паяльником прихватил скобки поставил ну а теперь направляю здесь нужно такой валик наплавить из пластика желательно пластик взять такой же я возьму откуда я возьму пластик посмотрите я ставил фаркоп и вырезал тут под фаркоп такой кусок сейчас отсюда отрежу полосочку и сюда наплавлю так чтобы было прямо с бугорком и будет держать сделаю такой бугорок для крепости тоже буду работать обыкновенным вот таким паяльником 100 ватт 80 60 ватт это то что как раз нужно будет для ремонта паяльника ну что же вот у меня как раз получилось сейчас наплавить хочу обратить внимание что вот хотя и кусочки есть ну важно не их расплавить а чтобы они приплавились к материалу то есть недостаточно просто расплавить вот этот ну так скажем материал или электрод который может быть вы могли бы купить нужно приплавить его четко лучше переплавить чем не доплавить потому что допустим вы расплавите сам электрод но он не он расплавится растечется но не но не варится в самом материал 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 самого бампера поэтому лучше его переплавить лишний раз потом исправим тут дырки появляются лучше потом добавим поэтому и я сейчас и снимаю и делаю немножко неудобно но для новый поставил он не вплавился а просто лег и утонул в материале нет нужно его расплавить конкретно и только тогда он принесет пользу иначе это только вред видимость она потом отломается поэтому делаем такой косынку то есть вплавляем как можно больше ну и вот собственно уже отремонтированный бампер думаю что сейчас я тут еще с края немножко положу приплавлю хотя у меня но это я показываю как можно делать это паяльником в принципе конечно лучше это делать специальным инструментом ну вот можно паяльником даже специальный инструмент уже куплен хотел показать как можно это сделать в домашних условиях так скажем его нужно вплавлять прямо в материал ну что же я собрал обратные последовательности вот так получилось вот такой вырез с зазором небольшим специально чтобы при вибрации она тут не стукало хотя еще прикрутится и будет внизу еще бампер не прикрутил там и крепления нет все поставил здесь когда защиту снимал внутри я по подкрашивал зачистил какие-то мелкие дефекты которые были и и целое сначала зачистил потом обработал преобразователь оброжавчины потом кислотным грунтом потом антигравийкой а потом еще сбрызнул краской ну и поставил на место защиту теперь все как и было и у меня крюк у меня съемный я пока его не ставлю крюк обработаю потому что он тут с заржавеющими внутри болтами был высверлил болты и теперь он сюда отлично вставляется входит и выходит ну вот такая вот такой сильный крюк на этом все повторяйте на самом деле конечно это стоит заняло полтора дня но потому что я обрабатывал достал там здесь вот сзади есть полости я туда еще обработал специальным средством на восковой основе для полости то есть ну раз я уже разобрал скоро зима и я решил уже этим заняться поэтому заняло полтора дня повторяйте это не сложно не сложно на самом деле потихонечку все делается увидимся на канале